Казахстанские школы испытывают острую нехватку учителей математики. Поэтому педагогам приходится работать с двоих. В свете того, что президент поручил делать упор в образовании именно на технические специальности, этот дефицит может стать еще очевиднее. Каких еще педагогов не хватает в школах и почему, выясняла Людмила Батюшкина. Татьяна Кочнева больше 30 лет преподает математику в школе и признается, что на личную жизнь времени нет. Как правило, один учитель-предметник ведет 2-3 урока в день, а Татьяна 8. А ведь каждому нужно подготовиться, а после проверить тетради. Уже мы 4 раза организовывали конкурс, вот сейчас тоже на вакантную должность. Но вот пока учителей нет. Но мы ждем, мы надеемся. Возможно, педагоги боятся дополнительной нагрузки. Олимпиад, работы с родителями, ответственности, подтверждение категории предполагают учителя. Я подаю на аттестацию, не прохожу на ту квалификацию, которую я могу, то у меня снимается полностью до нуля. То есть я лишаюсь всех своих возможных категорий. То есть буду как учитель, могу как только что пришла. Это несправедливо. По данным городского отдела образования, сейчас в Караганде 28 вакансий математиков, 40 учителей младших классов, 20 физиков. Проблема дефицита стоит уже несколько лет. В последние годы выпуски на математических факультетах в университете очень небольшие. Учителя в школах работают на полторы-две ставки. Это, конечно, очень большая нагрузка для учителя математики, потому что преподавание предмета математики подразумевает ежедневную проверку тетрадей. Очень много практических работ. Раньше дефицит был еще больше, уверяют чиновники. Его сократили за счет выпускников колледжей, которые могут преподавать математику с пятого по девятый классы. В последние два года, когда мы увеличили заработную плату, снизили отчетность, не привлечение к несвойственным функциям, другие какие-то вопросы решаются, это все влияет на мотивацию. Больше уже людей, которые претендуют и хотят быть учителями. В Министерстве образования рассчитывают решить проблему с нехваткой учителей математики через пару лет. В Караганде выходят из положения благодаря специальным классам с педагогической профориентацией. Такие есть в семи школах. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.